Сообщается, что уже сегодня, 22 апреля, армия РФ может получить приказ на передислокацию столовых населенных пунктов участка Сватова Кременая на позиции ближе к Кременой. Российская армия под натиском ВСУ собирается отойти ближе к Кременой, где еще 6 месяцев назад были оборудованы хорошие оборонительные позиции, пишет телеграм-канал Вольнодумец. По словам российских оккупантов, находящихся на позициях 15 километрах от Кременой, у них там уже 4-5 дней творится кошмар. ВСУ наступают огромными силами с новым очень страшным оружием, нам тут звездец, пишут авторы телеграм-канала. Оккупанты встревожны, однако командование отвечает, что 22 апреля рассчитывают получить приказ на передислокацию на позиции ближе к Кременой. Накануне всех предупредили, чтобы собирали свои вещи. А очевидно, в СУ действительно там действуют успешно и нагнали страху, так как россияне говорят, что у нас тут 5 тысяч, а у ВСУ 150 тысяч. Это тот случай, когда у страха глаза велики, пишет телеграм-канал. Кроме этого, оккупанты увидели, что украинские защитники выбивают их с оккупированной земли с помощью современной техники НАТО. А армия РФ, даже несмотря на трехкратное преимущество по обстрелам артиллерии, несет колоссальные потери. Ну а тем временем главарь ЧВК Вагнер Евгений Пригожин настойчиво призывает Кремль прекращать войну против Украины, пока РФ не потерпела окончательное и сокрушительное поражение. С повторным заявлением по этому поводу он выступил вечером 21 апреля по итогу очередной встречи союзников Украины «Рамштайн». Обращение Пригожин обнародовал у себя в телеграм-канале. Главаря так называемых «Вагнеровцев» встревожили несколько моментов. Во-первых, он был недоволен решением «Рамштайна» по усилению украинской ПВО. Второй момент, который его расстроил, это готовность западных союзников обучать десятки тысяч военных из Украины. Естественно, недоволен он и масштабами поставок в ВСУ западной боевой техники. «Запад отправил 230 танков и 1500 других бронемашин. Это тоже достаточное количество, чтобы оказать серьезное противодействие», – заявил Пригожин. Он уверен, что поставки будут только нарастать, что не сулит России ничего хорошего. Встревожили его и заявления о том, что Украина будет членом НАТО. В связи с этими фактами повар Путина призывает Москву срочно прекращать войну и закрепиться на территориях, которые уже удалось захватить. «Шутки закончились. Надо не просто якориться, а надо так якориться, чтобы можно было выдрать только с когтями соперника», – заявил главарь ЧВК. Отметим, что в своем обращении он также усомнился в адекватности и дееспособности Путина. Сделал это Пригожин завуалированно, сравнив диктатора РФ со Сталиным в 41-м году прошлого века. Отметим, что на минувшей неделе главарь Вагнера впервые призвал Москву сворачивать так называемую СВО и закохтиться на захваченных территориях, так как впереди у России замаячило военное поражение. При этом он советовал власть МРФ объявить выполненными цели так называемой спецоперации. Друзья, что вы думаете по этому поводу, пишите в комментарии под этим видео. Больше видео, проверенных новостей и запрещенных тиктоком кадров у нас в телеграме, ссылка в описании профиля.